Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 1 марта 2017 года среда, по одному из старинных, 40-й день месяца в юг и стужи, 7525 лета, вторник. Мы начинаем уже в эфир, который будет посвящён теме «Копное право в общине». Автор-сказитель Сурияр. Здравия тебе, Сурияр! Здравия, Алексей! Здравия всем радовичам! Тема такая интересная достаточно и довольно-таки востребованная в последнее время. «Копное право», а тем более в общине. Вот, наверное, здесь надо нам будет разобраться, что ты имеешь в виду под словом «община» и что ты имеешь в виду под словом «копное право», потому что там в каландии появилось в последнее время достаточно большое количество. Итак, предлагаю тебе расшифровать эти значения, и мы уже дальше будем рассказывать об этом, обо всём, кто как может, кто как умеет. Пожалуйста. Хорошо, ладненько. Давай в обычном режиме попробуем изначально рассмотреть какие-то основные понятия, а потом будем двигаться, разбирать их, углубляться по мере понимания нашего, опять же, сидящего здесь. Значит, сначала слово всё-таки «община». Попробуем понять, что это значит и в каком ключе она может рассматриваться сегодня. Потому что мы слева и справа, в общем-то, со всех сторон видим тут община, там община. Но когда там встречаешься с людьми и спрашиваешь, у вас есть община? Говорят, ну да, в общем-то, община есть. А в чём общинность её заключается? Ну, мы вот типа два или три раза в год ездим на праздники какие-нибудь славянские, русские, что-то праздновать. Я говорю, на этом начинается и заканчивается общинное дело. Ну, в общем, да. Но если подходить к этому даже не с исторической, там, ретроспективной точки зрения, а посмотреть, что есть община сама по себе, собственно говоря, это сообщество людей, живущих, ну вот, в том, потому что если мы будем смотреть словарь далее, то там немножко по-другому, но близко к этому. А я имею в виду то, что то толкование этого слова, потому что толкование словарей, конечно, мы относимся часто с уважением, иногда даже принимаем их безусловно, но, как я, в принципе, всегда говорю, нам первично то истотное значение того или иного слова, его первичный образ, который объясняет нам наше миропонимание. А наше миропонимание формирует нам наши ведающие. И, соответственно, в этом ключе община, как таковая, это сообщество людей, живущих на одной земле и взявшие на себя ответственность за эту землю и ответственность за то, каким образом будет устроена жизнь на этой земле. Вот примерно, что такое община. И, соответственно, она имеет для себя единое общее основание для со-бытия, как мы говорим, используем это слово постоянно, и имеет основание в виде, если брать русскую, славянскую общину, того покона, который у них есть, либо рождённый на этой земле, либо они с этим поконом пришли на эту землю. И, собственно говоря, это и есть то, о чём мы часто говорим, но, к сожалению, не можем реализовать — жить на своей земле по своим правилам. Вот примерно то, что есть община. Это значит сообщество, содружество людей, живущих на своей земле и имеющие, с одной стороны, и право жить на этой земле, и имеющих правило, которое определяет их взаимоотношения друг с другом. Вот, наверное, то, что такое община в том ключе, в том обычае, в котором мы стараемся пребывать по мере своего понимания и выпадать, видимо, по мере своего непонимания. Алексей? Так, хорошо, копное право. Вот община ясна, копное право. Что это такое, ты имеешь в виду? Это именно такое местечковое что-то? Или ты рассматриваешь копное право уже в рамках региона, междуобщинное взаимосвязи, может быть, уже державный уровень? Вот давай тоже здесь поясним. Да, но мы постепенно двигаемся всё-таки к определённому пониманию, потому что если взять то государство, строительство, которое у нас сейчас есть, у нас есть, условно говоря, специально хорошо обученные люди. Насчёт того, насколько хорошо они образованы, я не берусь судить. Но хорошо обученные для чего? Для того, чтобы писать законы определённого направления. Они пишут именно законы, которые регламентируют нашу жизнь, собственно говоря, полностью. Мы, наверное, не так глубоко обучены в этой теме, но, наверное, в каких-то элементах мы можем оказаться более образованы. То бишь мы используем не законы, как вот по старой, достаточно давней русской поговорке. Закон, что дышло, как повернёшь, так оно и вышло. И поэтому мы говорим, что есть кон, как изначальное, безусловное правило, которое формирует наш мир. И, собственно говоря, оно является основой всемирия, в котором мы пребываем, в котором проходим свою жизнь в яви. И, собственно говоря, яфи-нафь тут в едином правиле, в едином коне сплетаются, там, где мы существуем. Точно так же в определённой, достаточно, наверное, большой степени нам ведом искон, это то есть то правило, каким образом происходят процессы проявления в мире, какие меры есть в этом мире и какую меру примерно имеет человек, и продолжительность его жизни, и его возможности. И, собственно говоря, из этих мер мы уже складываем дальше своё понимание, понимая в достаточной мере кон, в несколько большей степени понимая искон, но в той мере, которая позволяет нам определять своё, опять же, бытиё и со-бытиё в мире. И на основе ведания, понимания кона, понимания искона и утверждения поконы, потому что покон, собственно говоря, это наш коллективный общинный договор между друг другом и между небесами и землёй, собственно говоря, между предками нашими, светлыми богами и между нами. То, что, как сказать, присвоено одной из конфессий под названием «Завет», потому что люди ведущие говорят, правило таково, следуешь правилу, попадаешь в единый ход с небесами. Вот это правило и есть завет, и есть покон, собственно говоря. Это сама по себе схема как бы не юридическая, а схема бытия, потому что слово «юрист», к сожалению, в связи с тем, что для достижения часто неблаговидных целей многими юристами используется всевозможная казуистика, ну а если назвать прямым словом, то обычная ложь, то данное ремесло не является безусловным основанием или носителем правды. Поэтому мы говорим, что тут у нас не юридическое, а у нас неотъемлемое исконное право. То бишь всё, что по кону проявляется в исконе, по кону, не в поконе нашем, как бы более близкое к нам земное понимание, а по кону Вышнему первичному изначально проявляется в исконе, это наше неотъемлемое право, как право любого существа, имеющего в себе божественное начало, божественный исток. Жить в этом праве и находиться в этом праве, исследовать этому праву. Поэтому наше право прежде всего опирается на Вышнюю правду. В этом, собственно говоря, и смысл того установления, того правила, в которое входит и копное право потенциально. Потому что если разглядывать юриспруденцию, опять же, в ретроспективной составляющей, со взглядом назад, мы видим, что было римское право, было родовое право, родовое право, собственно говоря, это всё-таки в большей степени уже относится к нам. А когда копное право стало рассыпаться, появилось право городов, так называемое Магдебургское право. И на сегодняшний день мы оказались в такой достаточно сложной ситуации, я не имею в виду конкретно славян, русских, идущих путём родового бычья, вообще имею в виду всех людей. Почему? Потому что сама эта схема построения так называемой демократии, что касается каждого человека, каждого индивида, то что он постепенно всё больше и больше количество своих изначальных прав передаёт в сторону так называемого государства. И в конце концов появляется то, что написано вот в Украинской Конституции, в нашей, в принципе, практически так же, права человека и гражданина. Человек — это тот, который имеет в одном из последних видео неплохо Сергей Данилов попытался разобрать этот вопрос. Ну не то, что попытался, но разобрал достаточно неплохо. Просто, наверное, не захотел достаточно чётко расставить акценты. Так вот, смысл примерно таков, что человек, как существо, имеющее изначальное божественное происхождение и несущее в себе изначальный свет, то, что мы говорим «аз есмь», он имеет неотъемлемые права. И в эти неотъемлемые права входят право на землю, право на жизнь, право на участие в общественной деятельности и получение доли от общественного пирога, условно говоря. Это в виде экономики, в виде служения, в виде чего-либо угодно. Поэтому сама наша задача на сегодняшний день не попытаться восстановить, допустим, копное право, слава богам и не очень реянным историкам-уничтожителям, что достаточно большое количество документов по копному праву и принципов копного права всё-таки до нас дошло. Но, как ты задал саму колею вопроса, Алексей, что копа в данном случае, да, это может быть и местечковое. А если мы разбираем, просто вот сама схема общего устроения державного, она подразумевает копу как первичный уровень построения взаимодействия и устроения своей жизни на той земле, на которой живёт, находится община, подразумевает вечи. Вечи — это уже земельную копу, можно как определить, но вечи просто более высокая, более объёмная по своему представительству начала. Оно подразумевает, что уже представители коп собираются в каком-либо месте, и там уже появляются дополнительные этажи, скажем, и от навечи, и от воинов, и от купцов, и от поместных жителей, и от князей, и от священнослужителей, и от ведающих. И, собственно говоря, само по себе вечевое уложение, оно уже значительно сложнее, нежели копное. А вечевое, вот уже с разных вещ, с разных земель, люди собираются и сотворяют державу. Вот то, что, в принципе, у нас три уровня самоуправления должно быть восстановлено. И на сегодняшний день мы как раз ищем способ как бы восстановить первичные кирпичики, фундамент общества, там, где люди учатся между собой общаться, учатся между собой взаимодействовать и на основе этого устраивать свою жизнь и обустраивать, украшать свою землю. Ну и, собственно говоря, договариваться о правилах этого взаимодействия, дабы на своей земле не быть разрушителями своей земли и друг друга. Алексей? Хорошо, хорошо. Ну что ж, я думаю, расшифровал. Теперь давай переходить именно к построению этих кирпичиков. Что нам необходимо сделать для того, чтобы восстановить копное право и чтобы наши общины, которые сейчас в большом количестве к моей большой радости формируются, но к моей нерадости формируются иногда как не то, чтобы Бог на душу положит, а как непонятно кто куда плюнет и ветром нанесёт. Вот мне бы хотелось у тебя, как у человека, часто общающегося с разными людьми, с общинниками или с теми, кто желает общины устраивать или теми, кто говорит об этом. Вот услышать, что на сегодняшний момент мешает создавать общины по принципу копного права. И если создавать, то как? Очень хороший вопрос. Алексей, как всегда, ты всегда не бровь, а в глаз. Я так сильно попал, я не хотел, извините. на больное, прямо на любимый, на мозоль наступил. Посыпал соль на рану. Ну давай, давай. Вот. Ну, смысл примерно тот. Я постараюсь не то, чтобы тезисно, но на основе того опыта, который у нас есть. Я не назову его ни позитивным, ни негативным. Почему? Потому что мы его ещё собираем в том ключе, что как оно должно быть устроено нам практически в достаточно большой мере понятно, но ключевой момент вот самой копы, да, ключевой момент самой копы это всё-таки копные мужи или копные мужеви, как раньше говорили. И смысл примерно такой, кто такой копный муж? Вот, Алексей, мы как-то уже в одном из эфиров говорили, обращались, но вот я тебе как бы обратный шар, что вот ты сказал, я там попытаюсь сделать. Что, кто такой копный муж? Вот это, в принципе, достаточно устойчивое определение, и мы сейчас его попробуем, наверное, вместе с тобой расширить. Ты хочешь, чтобы я какие-то предположения высказал, да, по этому поводу? Да. Давай тогда я, опять же, применю тот приём, как мы всегда с тобой разбираемся. Я не дам точную характеристику, которую я знаю, я попытаюсь дать несколько вариантов, как это люди, когда общаются, говорят. Копный муж, ну, самое распространенное, тот, который копает. Понятно, да, из вариантов это 80%. те, которые ближе к теме, говорят, ну, наверное, это тот, который, наверное, который приходит в копу для того, чтобы свой голос высказать. Вот. И менее распространённый ответ это тот, кто избран или назначен в копу как самый из достойных, из общины или из веси для того, чтобы представлять интересы общины или чтобы представлять там ещё какие-то, ну, за что-то отвечающие в данном случае. вот три варианта. Какой из этих трёх вариантов тебе более по душе? Копающий, просто приходящий или всё-таки назначенный, ну, или по-современному избранный представитель самый лучший из лучших? Ну, как бы тут я, наверное, ни с первым, ни с вторым, ни с третьим полностью не соглашусь, но как бы там всё-таки ближе к тому, что, ну, условно, то, что нам передано по, с одной стороны, по официальной истории, а с другой стороны, то, что, в общем-то, кто-то из нас в той или иной степени получил в передаче от своих дедов и прадедов, как собиралась община ещё в начале XX века, не так давно, собственно говоря, всего сто лет назад. Это, собственно говоря, та история, до которой мы можем дотянуться рукой даже по своим родам. и каким образом определялись люди, которые могли бы быть на КОПе, потому что, собственно говоря, КОПа у нас была разрушена где-то, она разрушалась постепенно, я говорю, с привлечением, с проявлением в той или иной степени магдебургского права, права городов, когда там уже не поместные были дела, а, собственно говоря, больше сословные, и когда знать уже. Но знать уже не от слова знать, а от слова те, которые, собственно говоря, огнём и мечём там захватили какие-то свои уделы в своё время. Вот. И, соответственно, как бы человек, копный муж по тому, я говорю, как передано нам с одной стороны через этнографию, через историю, через память предков, которые в той или иной степени, собственно говоря, даже до середины, наверное, XX века во многих деревнях ещё какие-то сходы проходили. Они уже не были копой, потому что право на землю было изъято, право определять свою жизнь точно так же было изъято. И поэтому в очень урезанном виде, собственно говоря, сход собирался, чтобы решать какие-то там вопросы буквально, надо ли выделять денег на строительство амбаров или ангаров, или ещё каких-то там подсыпать дорогу, но не более того. То бишь, это уже не полновесное копное право, которое имело в себе, собственно говоря, и уголовное судопроизводство, и, собственно говоря, следило за нравственностью в определённом смысле на той земле и, собственно говоря, планировало своё бытиё вперёд на определённое количество лет. Или, как я там говорил раньше, там, где были ведающие в копах, но уже не в копах, наверное, потому что ведающих никогда много не было, в том ключе, что если там на одно местечко, там, на 7-10 сёл и деревень один ведающий находился, оно было уже неплохо. просто главное, чтобы он не был выдран из общей единой традиции Руси, Руси-Словении, допустим, так скажем. Поэтому на копу всегда выбирались мужи справные. Вот такое слово определяет, собственно говоря, этот человек. Это человек, имеющий чёткий свой надел земли немалый, имеющий крепко доброе хозяйство, имеющий полную семью, полноценную, достаточное количество детей, если по-старому смотреть, соответственно, это не менее семи, как правило, детей было, и как бы не замечен ни в каких мутных делах ни по отношению к общине, ни, собственно говоря, ни в своём делопроизводстве. то бишь человек достойный во всех отношениях и достойно живущий на своей земле. Вот этот человек и занимался тем, что мог быть приглашён на копу и быть одним из тех, кто принимает какие-либо решения, потому что он подтвердил своё право, что те решения, которые он принимает для своей семьи, они оказываются хороши. И, соответственно, его право поэтому при соединении с остальными мужами принимать это решение, оно распространялось и на всех общинниках, на всю общину или на все роды, которые находились на этой территории. Но, собственно говоря, так как сказано, копные мужи, подразумевалось, что жёны в этом отношении всегда идут за мужьями, и, соответственно, он представлял не только свой голос, но и голос своей жены. Если возникала необходимость заслушать кого-то из женского населения, то, собственно говоря, на копы приглашались именно заслушать, но вовсе не как голосующих или голосящих на копе людей. Это вот что говорится, что было ранее и что мы можем иметь сейчас и к чему нам надо стремиться, потому что, как издревле сказано, и, собственно говоря, в этих словах есть достаточно много правды, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, потому что воды уже утекло очень много. И на сегодняшний день мы понимаем, что если коп устроить, то женское представительство там в любом случае должно быть, потому что женское начало у нас не было ущемлено до того момента, пока мы не мы, но, собственно говоря, в нашей стране было утверждено иноземное правило, иноземное правило, берущее своё начало в иудейской торе, которое, собственно говоря, женщину обозначало как существо более низкое, низкое по рангу по отношению к мужчине. Для нас же всегда женщина была и подруга, она была и воительница, она была мать, она была и богородица, она была и богиня, и она, собственно говоря, олицетворяла все основные силы Вселенной. У нас даже Вселенная имеет женское начало и жизнь, и любовь, и смерть, и правда. Все, и любовь практически большинство основных понятий почему-то, никто никогда, мало кто об этом задумывается, они имели как бы женское, женского рода были, подразумевается. Поэтому сейчас, я говорю, если мы строим колпу женское начало, мы должны в любом случае принимать это вопрос к тому, кого мы можем на сегодня привлекать и на основании чего вообще строится копа. но вот этот первичный условно имущественный и ценз имущественный и ценз здравомыслия, как слово в общем-то достаточно верно отражающее, он должен быть безусловно. И поэтому мы попадаем сейчас всегда в скользкую ситуацию по тем общинам, ну как сказать, вот у нас наше содружество Кола-Яра как бы в основе там московская, питерская, тверская, псковская, там, смоленская, краснодарская, ростовская, санкт-петербургская, еще кого-то, ну если кого-то забыл, пусть не обижаются, потому что не забыл, просто сразу не вспомнить. Везде мы примерно одну и ту же работу ведем, ведем образовательную, просветительскую, и, собственно говоря, только-только сейчас там по происшествии, собственно говоря, уже не одного года там и обрядовой деятельности, и просветительской между людьми начинают потихоньку складываться отношения. И основная причина в чем, что вот этот момент, который в течение столетий собирался, как я сказал, что есть права, неотъемлемые права человека и гражданина. Гражданин — это от слова град, огораживать, собственно говоря. Тот, кто огорожен и живет в ограде, и, соответственно, большую часть своих прав передает тому, кто обеспечивает ему эту ограду. Вот что такое подданные, да? Тот, кто под данью у кого-то находится. Вот кто такой собственный гражданин. Хотя нам всё время рассказывают, что гражданин — это нечто могучее, правильное и гражданином быть обязан. Гражданин в нашем случае, да, если бы мы это принимали, это тот человек, который взял на себя ответственность. Но, извини, если ты свою ответственность делегировал кому-то, ты, собственно говоря, гражданин, значит, огороженный. Вот. И неотъемлемые права человека, ты, соответственно, от них добровольно в той или иной степени отказался, перешедший в состояние тех, кто находится поражённым в правах, собственно говоря. И это ключевая тема. Поэтому в течение, скажем, десяти-двадцати поколений, поколений именно, и наши предки, и давние, и не очень давние, они в меру своего, к сожалению, недостаточного понимания, потому что задача всегда всех инородных внедрений в наш народ было максимально снизить уровень самоосознанности и здравомыслия народа. Ну, и как бы мы там не надували щёки о том, что мы там внуки даже Божьи и потомки богов, это так и есть, но смысл такой. Если ты постепенно отказываешься, то ты забываешь. Опять же, если это происходит долго и незаметно, то в какой-то момент ты уже забываешь, кем ты был и имеешь ли ты право на что-то. Вот это ключевой вопрос на сегодняшний день на самом деле построения копы, что люди не помнят ни о своём исконном праве, изначальном, неотъемлемом праве человека, и, соответственно, привычка настолько быть огороженным, ну, вот как все знают, наверное, о таком простом эксперименте, что каких-то, не помню, породу блох, я в их породах не очень разбираюсь, поэтому скажу просто блохи. Меня это самое, исследователи насекомых, я надеюсь, простят, как недостаточно обученного в этой сфере человека, когда их сажают в банку и закрывают сверху крышкой, они прыгают, 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 в какой-то момент крышку убирают, но они продолжают прыгать точно так же до этой высоты, потому что преграды уже нет, а увидеть вот это изменение, вот эту трансформацию, которая необходима, они на сегодняшний день, ну не на сегодняшний, а на тот момент, когда они продолжают совершать те действия, которые привычны и делали условно до них их предки, выйти за это ограничение, огороженность очень сложно, и собственно говоря, основная проблема построения или там возникновения копы, или как современным языком сказавшие ТОСы, да, территориальное общественное самоуправление, они не возникают, потому что никто себя не знает и не ведает хозяином земли, на которой он живёт, и соответственно у него даже нет ни малейшего понятия, что он несёт самую первую ответственность за то, что происходит на его земле, почему? Потому что, как говорится, наша священная формула, то, что мы имеем, дано нам от предков наших, то, что у нас, принадлежит не нам, ибо будет передано потомкам нашим. Вот это как бы основная священная формула вдохновения и понимания. И тут как раз вопрос такой, что если ты в состоянии понять вот это дело и начинаешь двигаться в этом ключе, тогда и возникает у тебя потребность договориться, условно говоря, с соседом, как построить общий забор, надо ли подсыпать дорогу, потому что где бы мы ни были, мы всё время сталкиваемся с тем, что у людей нет первичных понятий о том, нет первичных понятий о том, как пытаться и как нужно обустраивать свою землю, потому что в течение, я говорю, десятков поколений всё это было делегировано, тем более все, наверное, прекрасно помнят, что было и крепостное право, когда, собственно говоря, все копы уже были упразднены и вся власть по месту была передана по месту. Вот откуда он, по месту право. помещик, собственно говоря. Алексей? Понятно, понятно. Значит, делегировали власть, а потом начали плакать, почему так плохо. Так она же, понимаешь, по волоску всё отжимается, отжимается, потому что кто-то пишет законы, кто читал эти законы, кто их пишет. Только когда ты приходишь в какой-то кабинет, тебе говорят, вот по этому закону, принятому тем или иным, условно говоря, государственным органам, вы должны делать то-то. Ты говоришь, ну как-то вроде это противоречит и моим правам, и моим пожеланиям. Ну, говорит, ну это же закон, куда вы денетесь. Вот примерно так и происходило в течение этих столетий, почему, собственно говоря, очень много разговоров было, и они, в общем-то, продолжаются, что нам надо вернуться к изначальному статусу и, собственно говоря, заново сесть и поговорить о том, что есть наша страна и каким образом она могла бы стать державой. Это очень важно и интересно. Алексей? Хорошо. С чего начинать надо строительство общины, которая бы хотела жить по праве, хотела бы жить по нашим исконам, по нашим исконь и по нашим конам? С чего ты начинаешь обычно разговоры, с чего начинается твое общение с такими людьми? Ну, собственно говоря, всё общение, я сейчас такой небольшой экскурс сделаю, просто не так давно, вот в недавнее время, я там не скажу, условно, там год или 10 лет назад или там 15, учёные, изучающие антропологию людей, собственно говоря, ставили эксперимент, собственно говоря, какой из инстинктов у человека гаснет при подавлении всех прочих в наиболее позднем состоянии, ну, в наиболее подавленном. Так вот, оказалось, что это инстинктивное ощущение развлечения свой-чужой, свой-чужой. И, собственно говоря, поэтому, сейчас я продолжу, поэтому у нас сегодня, видишь, тематика разговора потихоньку перетекает, то, в чём сложность построения копы, а даже не сама копы, потому что копное право в этом плане не так уж плохо и сформулировано на сегодняшний день, и мы там постоянно работаем, пытаясь его дополнить, условно, разглядеть, потому что, ну, и сейчас маленькие, опять же, маленькое отступление сама копа, подразумевается наша традиция, вот как, допустим, Магдубургское право, англосаксконская схема, так, как оно у них право называется, Алексей, слово подскажи. Как-то я в этих делах не очень хорошо, на самом деле. Я знаю, римское есть право. Вот, прецедентное право, то бишь, где-то, если какой-то суд принял после долгих прений такое-то решение, это решение потом практически во всех остальных инстанциях принимается точно так же на основании этого прецедента. Наше, собственно говоря, копное право, оно тоже в той или иной степени заключалось в этом же, что КОПа приняла решение и копную летопись ввели, записывали, копные письма, по-моему, они назывались, в том ключе, что как бы КОПа тогда-то, тогда-то приняла такое-то решение и, опираясь на это решение, КОПа продолжает свою деятельность, если подобный вопрос возникает, его разбирают так же, но заново принимают решение, скорее всего, такое, какое было на КОПе принято. Ну ладно, сейчас это я немножко отошёл, но так вот, касаясь того, что в наиболее поздней степени гасится инстинкт развлечения свой-чужой. Почему? Потому что если просто это на уровне звериного животного чувства, потому что если ты не в состоянии различить своего и чужого, потому что вот ребёнок рождает с момента своего рождения, по большому счёту, этот инстинкт у него включен на полную. он старается определить условно, кто для него является своим, тот, кто обеспечит ему выживаемость. Вот и всё. Собственно говоря, и когда мы подрастаем, свой для нас тот, кто поможет нам выжить, кому мы можем доверить и с кем мы можем делать что-то сообща. И как бы большой социальный эксперимент начала XX века он приложил все усилия, чтобы взломать вот эту самую глубинную составляющую нашего родового строения. Потому что, как мы помним, не надо далеко ходить, вспомним Павлика Морозова и огромное-огромное количество семей, которые были разрушены и оказались по разные стороны не родов даже, а именно семей, когда ближайшие родственники оказались в стадии кровных врагов. И не только оказались в стадии кровных врагов, они уничтожали друг друга. То бишь здесь произошёл жесточайший взлом именно нашей глубинной системы мировосприятия и даже не находящейся в области сознания разума, а находящейся в самой глубине нашего естества, животного в том числе. и вот этот элемент был сломан. Почему уже появился потом, как бы не говорили, условно, человек гомосоветикус со своими плюсами, но со своими огромными минусами. Почему? Потому что если нет развлечения, ну мы как-то уже в одном из эфиров разбирали, собственно говоря, какие социальные страты, группы у человека, у обычного человека могут быть в его орбите или в чьей орбите может находиться он. Это, собственно говоря, первый круг семья, малый род, ну условно так мы называем, потому что сейчас, как правило, такого нет, это 10-15 человек, через которые он осуществляет всю свою деятельность по отношению к внешнему миру. Вот, это те люди, с которыми он может общаться практически чуть ли не в ежедневном режиме. И именно вот эти люди являются его социальной первой группой. Неважно, это начальник на работе, там коллеги по работе, жена, дети, там, ну вот всё равно это 10-15 человек, не более того. Более широкий круг, да, то, что мы говорим первичная социальная страта, на самом деле серьёзная, это род. Ну, род в нашем смысле это одно, а то, что как бы по исследованиям, это вот 100-150 человек. Это, собственно говоря, та социальная группа, в которой человек может знать о них, знать, чем они занимаются, и там по, если у него есть определённый уровень здравомыслия, развлечения и понимания, он разбирает этот вопрос, ну, имеется в виду, разбирает, с какими людьми он может взаимодействовать. Но, собственно говоря, здесь уже вот, но на современном этапе развлечения свой-чужой, как правило, отсутствует, потому что уровень первичной договорённости, он примерно так звучит, ты меня не обманешь, да, не обману, если не смогу. Вот, потому что как бы всегда есть третий посредник, в нашем случае во всех странах, это, как правило, государство через как бы правоохранительную и прочую систему занимает вот эту нишу прямого человеческого договора. И вот, как я говорил, что человек, постепенно отказываясь, назад вернуть свои права, он практически уже не может. Ну, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, поэтому со всех сторон, со всего мира часто произносят за лозунги, что как бы надо добиться какого-то освобождения. Ну, какого освобождения почему-то тоже толком никто не говорит. Просто при правильном равновесном состоянии любой человек с государством или с державой, как в нашем случае, находится в определённых договорных отношениях, если у него есть уровень здравомыслия, осознанности и понимания процесса в том, в котором он пребывает, которым называется его жизнь. То бишь, сколько он берёт ответственности на себя, сколько ответственности берёт на себя община и сколько ответственности берёт на себя держава. Вот у нас там 3-4 этажа распределения ответственности. На сегодняшний день у нас ответственности внизу 0 за свою жизнь и, собственно говоря, прав примерно столько же, потому что права и ответственность — это две стороны одной медали, если никто не забыл. И, соответственно, все основные проблемы, основные сложности построения копы на сегодняшний день, они заключаются в том, что с момента рождения, и не только с момента рождения, уже много поколений наших людей забыли то, что они отвечают за то, что у них есть земля, и то, что они обязаны, потому что кому, вот я говорю, хорошая поговорка, я никогда не забываю повторять, кому принадлежит ваша земля? Наша земля принадлежала нашим предкам, и она будет принадлежать нашим потомкам. Так и было, так и есть, так и будет. Вот это как бы в головах постепенно должно заново появиться, потому что мы всё равно возвращаемся к естественному своему бытию, и вот этот элемент распределения ответственности между этажами земли и срединных уровней высшей власти, она должна быть чётко, опосредованно. Потому что вы даже не знаете дворника, который подметает тротуар возле вашего дома, и вы не можете ничему его сказать, потому что между им и вами огромное количество посредников, которые, собственно говоря, не особо и нужны. И если мы как бы разбирали там определённые системы управления исследований, даже хорошие исследования проведены в Академии Плеханова, и это то есть как сделать наиболее эффективное управление на той или иной территории. Когда вот этот элемент распределения властных полномочий устаканивается в ровном режиме, территория начинает очень быстро развиваться. Вот то, к чему, в принципе, мы должны прийти в перспективе, когда наша страна трансформируется в державу. Ну, посмотрим, насколько это быстро произойдёт. Но направление, оно известно достаточно чётко, и только через это мы получаем уверенность в завтрашнем дне и понимание процесса того, который происходит с нами. Поэтому, возвращаясь к тому, куда упирается КОПа, КОПа упирается, в первую очередь, в неготовности самих людей взять на себя ответственность даже в той степени, которая позволена на сегодняшний день государством. Они даже в этой степени не способны соорганизоваться для того, чтобы нести ТОС. Поэтому основная схема и направление того просвещения, которое мы ведём и, собственно говоря, на котором настаиваем, я говорю, примите на себя ответственность за свою землю, и тогда у вас начнёт что-то взрастать сначала в головах, а потом, соответственно, на вашей земле. Потому что, когда вы отказываетесь от своих прав, даже имея вот те небольшие, которые на сегодняшний день, значит, если вы их не реализуете, значит, они опять уходят, условно говоря, в зрительный зал. А вы остаётесь теми, которых водят по полю на цепочке законов, правил принятых и непринятых. И вы не имеете ни земли, не имеете ничего, что могли бы передать своим потомкам. Вот к чему мы, собственно говоря, пришли. Поэтому и вот этот взлом, как я сказал, произошёл нашей глубинной корневой системой совместного выживания, потому что точно так же и волки живут, точно так же живут и стада, которые определяют своих, и своих отделяют от чужих и как бы начинают делать что-то сообща, тогда у них появляется возможность выживания. На сегодняшний день на нами это чувство развлечения свой-чужой утрачено в очень большой степени. И задача — постараться каким-то образом его восстановить. А какие основы уже потенциального общения могут быть, я тоже сейчас расскажу о мире. как бы поступления. Алексей? Хорошо, вопросы к нам поступают уже в чат. Я напомню, как вопросы задавать. Первое. Вопросы мы принимаем на сайте Славянского радио, Народного Славянского радио. Для этого вам необходимо войти на сайт slavmir.org. Сейчас появилось несколько уже радио, которые также пишут, что Народное Славянское радио. Вот, значит, тема популярная, становится и рад тому. Значит, slavmir.org пока старый наш сайт. И вы набираете в поисковике Народное Славянское радио, смотрит, что попасть на этот сайт, дальше ищите слово «чат». В этом чате надо зарегистрироваться один раз для того, чтобы писать. Регистрация несложная, логин, пароль себе придумываете, указываете какой-нибудь простой e-mail, пока старый чат работает, поэтому он очень умных e-mail не любит, там, где какие-то подчеркивания есть, точки внутри названия. Поэтому будьте внимательны. Если вдруг ваш e-mail очень умный, придумайте себе какое-нибудь попроще, там, одно слово, что было, или цифры какие-то, тогда всё у вас получится. Это делается один раз, пока старый чат работа, вы можете задавать вопросы. Также вопросом принимаем из канала YouTube Народного Славянского радио. Единственное уточнение. Если вы хотите, чтобы вопрос или реплика ваша прозвучала, всегда начинайте своё послание со следующих слов. Вопрос в эфир или реплика в эфир. Далее. Это ключевое слово, которое будет говорить нашим помощникам о том, что это именно для эфира, а не просто в виде общения между своими друзьями. Дальше. От кого вопрос? Например, там, от Ивана Ивановича откуда? Из Твери, ну, условно, да? Вот. И дальше сам вопрос или реплика. Если не подписан вопрос, если не указано по-русски ваше название, то вы тогда будете или Степан Степанович, или Степанин Степанович. Вот такие правила. Так что, если хотите, чтобы вы были представлены, то представляйтесь. Возвращаемся к теме. Не так понятно. Многое, но многое, наверное, и непонятно остаётся. Нам придётся с тобой дальше этот вопрос расшифровывать. То есть ясно, что всё-таки выбирать, когда выбирают, это вот «брать», да, слово «брать», наверное, здесь или назначают, или выдвигают. Если мы говорим про общину, то из общины выдвигают или назначают внутри общины кого-то. А выбирают, наверное, это как-то уже более современное слово. Но в любом случае я принимаю просто как так тему для размышлений по поводу слов и образов. Потом понятно, что мы сейчас говорим самой-самой азы. То есть в этой передаче, наверное, мы не будем затрагивать каких-то уж очень скрытых моментов, подводных так называемых камней. И, наверное, нам уже следует перейти к следующему этапу развития нашей передачи. К примеру, вот появились люди, которые заявили, мы хотим создать общину, не просто такую, как дачный кооператив, а чтобы всё было по праве, чтобы всё было по нашему искону, по нашему понятию и мирощущению, мировоззрению. Но ты правильно сказал, что люди забыли о том, что они хозяины. А я так лучше другое слово. Они даже не подозревали, что они хозяины своей земли. Забыли это, наверное, ещё раньше происходило, когда было что забывать, когда забывать нечего. Не подозреваешь, что они хозяины. Но они начинают представление получать. Вот послушали передачу с урьяром, говорят, ух ты, а мы-то, оказывается, хозяева. И вот они захотели сделать общину. Но они цивилизацией отравлены. Вот во всех смыслах этого слова отравлены. Начиная от бытового представления о жизни. Они никогда ничего на земле не делали, никогда ничего не строили. Жили себе манагерами, ходили, так сказать, на работу, зарабатывали деньги на дядю какого-то. Приходили, дом вываливали, ложились на диван. И этим всё заканчивалось. А тут уже подразумевается, что всё-таки в первую очередь община это подразумевает, что надо как-то нам на земле встречаться как минимум, а всё ещё лучше жить на земле. А если живёшь на земле, то тут свои уже установочки, свои какие-то направления жизни. Природу уже не обманешь. Ты уже должен встраиваться в природу. Ну и так далее. В общем, отравленный. Любит смотреть телевизор, любит поговорить ни о чём, любит поваляться на диванчике, любит сделать какие-то упражнения умственные, которые по лекалу заточены работодателем. Всё, договор трудовой есть, и ты по нему пашешь. И вот на земле они оказались. Как, во-первых, им начать жить? Что, так сразу прям копии перейти? У большинства людей нету даже и трёх детей в наличии. У многих земля только куплена, они хозяева земли по сути не являются, только на бумажке. Они не знают, что с ней делать. Кто-то хозяйство вообще не имеет. Палатку летом разбил, приехал и планирует дом какой-то строить. И так далее, и тому подобное. Кто-то говорит, я тут в стороне постою, моя жена придёт, будет за меня там вещать. В общем, много вот этих подводных камней. С чего начать? Что людям, помимо того, что они хозяева на земле, необходимо понять? Как начать строить общество, вот эту вот общину? Ну, до этого ещё достаточно далеко. Я немножко просто вернусь к тому, что я говорил, чуть-чуть расширю. Я сказал там, первый круг общения и взаимодействия — это 10-15 человек, второй круг общения — это 100-150 человек. Это, собственно говоря, те люди, которые человеку могут быть своими. И, соответственно, все люди, что сверх этого, они своими, как правило, быть не могут. Вот в чём вопрос. И если бы у человека было заточено вот это ощущение свой, чужой, то все вот эти вещи первичных общин они бы складывались достаточно быстро и беспроблемно. Но так как племена во многом перемешались, и даже условно люди одной крови, но жившие в разных местностях в течение столетий, а потом вдруг оказавшись в каком-то большом городе, они на уровне своего внутреннего естества договориться, как правило, не могут. Поэтому тут мы приходим к следующей позиции, что с этим делать и как нам. Потому что есть у нас уже опыт, условно, последних 10-15 лет, когда последователи, люди, прочитавшие книги писателя определённого, где он описывал живущую в тайге женщину, которая, собственно говоря, кормится от леса, и всё у неё хорошо. И, собственно говоря, достаточно интересно поэтичным языком это всё прописал. И десятки тысяч людей, в общем-то, ринулись, поверив этому изложению, достаточно, скажем, похожему на сказку во многом. Но наши люди любят верить в сказку, поэтому данное изложение никаких не беспокоило. И ни о чём не договорившись, потому что там, что характерно, все изложения у неё были в этих книгах многочисленных. Я не в плане критики, а просто условно разбор полётов, потому что видел достаточно много людей, у которых жизнь пошла под откос, в связи с тем, что своего здравомысля на тот момент у них не хватило понять уровень соответствия того, что написано в этих книгах, тому, что есть на самом деле. И всё. И когда они, условно, их лодка столкнулась со скалой реальности, то пошла достаточно быстро ко дну. Но время уже было упущено, и ресурсы утрачены. Ну, там достаточно какое-то количество людей продавали квартиры и прочее. Но основная проблема вот этого написания, что там говорилось, как обращаться с каждой травинкой, с каждой былинкой, с каждым жучком и червячком, но практически ни слова было сказано, как людям взаимодействовать между собой. И это оказалось вот такой бомбой, которая через очень большие дебри и плутания всё-таки какая-то часть из людей поняла, что в первую очередь надо попытаться договориться как-то между собой. Потому что если ты сидишь на своём гектаре и говоришь, что это начало и конец всей Вселенной, то не ожидай, что на соседнем гектаре возникнет то же самое, что и у тебя. Потому что ты не очень понимаешь, что ты сам строишь. И, собственно говоря, если в одном месте забирается какое-то количество людей, потому что очень много поселений было создано, и точно так же оно достаточно быстро развалилось. Там кто-то с проклятием друг к другу, кто-то с проклятием к автору подобные идеи. Ну, приходилось. Я не огульно говорю, я, к сожалению или к счастью, с этими людьми достаточно много сталкивался. И в своё время книги эти тоже просмотрел достаточно внимательно, чтобы понять, о чём там идёт речь. Поэтому, как ты говоришь, выезжать на Землю ни в коем случае не надо до того момента, пока не удалось договориться на достаточно серьёзном глубинном уровне о том, кто мы есть или кто вы есть, если вы там собираетесь, куда вы едете, зачем и что вы будете делать сообща. И ключевой момент, как будет строиться родовое домоведение, то есть экономика как таковая, как она будет строиться. Потому что хотим мы или не хотим, сначала определяется то, как нам выжить, а потом уже определяется, как нам жить. Вот и всё. Но как нам жить, мы должны знать заранее, но переходя на какую-то ту или иную ситуацию, имея в виду поляну в лесу или там свободное поле, мы должны очень чётко отдавать, как нам здесь выжить, как нам здесь построить сообща что-то и как нам перейти к следующей позиции, то есть жить по праве. Жить так, как нам заповедовали предки, с одной стороны, а с другой стороны, понимая и изучая текущий, изменяющийся мир, и все миры в том числе, нарабатывать новое, то бишь наполнять не только копное, но и родовое право, и постигать веду. Соответственно, как я говорил, в общем-то, в предыдущих эфирах, у нас обозначены четыре основы для того, чтобы люди как-то вот учились, потому что сначала, я говорю, надо какой-то учебный, условно говоря, центр, вариант, чтобы люди приехали, посмотрели друг на друга, проверили друг друга в труде, проверили друг друга по социальной совместимости, проверили друг друга на чистоплотность и, собственно говоря, постепенно могли бы сказать, да, это свои. Вот только с этого момента на самом деле у нас возникает коп, и возникает возможность обрести большую толику своих прав, потому что смысл, какой утраты прав? Чем более ты огорожен, тем большую часть неотъемлемого права, скажем, даров жизни и земли ты отдаёшь на сторону. И как бы современный человек на сегодняшний день больше 90% отдаёт вовне. То есть, условно, зарабатывает он свои 20 тысяч, но вот 90%, более 90% уходит на налоги, на сборы, на всё-всё-всё прочее, на огромное количество посредников, потому что человек огорожен не только законами, но и огромным количеством посредников, которые откачивают. А так как уровень здравомысля и пониманием процессов, к сожалению, недостаточен, вот происходит то, что нынче происходит. Человек, не имея ничего ни под ногами, ни вокруг себя, то, что он мог бы назвать своим, живёт, соответственно, в состоянии бесконечного данника, потому что он огорожен настолько, что любое его движение вызывает боль и необходимость за всё платить. За воду, за свет, за дорогу, за вхождение в лес, за все-все-все-все вещи он платит за всё, потому что в какой-то момент потихоньку, капля за каплей, он отказывался от своих истотных прав, изначальных, постепенно пренебрегая своей ответственностью, забывая о ней. Вот то, к чему мы пришли. Поэтому я говорю, что у нас есть четыре позиции, которые мы в той или иной степени людям объясняем, доводим и рассказываем. И по мере того, как люди начинают понимать, потому что, я говорю, взять на себя ответственность, на самом деле это очень непросто, потому как по моему наблюдению, собственно говоря, исследования, то девять десятых они готовы практически всё ответственность и сразу кому-то передать, кто будет определять их жизнь. Но это неплохо, нехорошо. Если вот нам оживить бы тех 10%, которые готовы были ответственность за свои земли и за свои роды взять, за свою землю, мы бы уже находились в такой ситуации. Но нет у нас этих 10%. Собственно говоря, один из ста или двое из ста на что-то претендуют, но 98% готовы отказаться, потому что людям страшно и нету технологии взаимодействия, технологии выживания. Поэтому сама по себе копное право оно не утрачено в большой степени и оно может нарабатываться, но копное право возникает только при возможности реализации копного права возникает только при наличии общины. А община возникает только при наличии первичного покона, который должен быть принят, понят и исполнен. Принят, понят и исполнен. Вот именно так и никак иначе. Вот. И соответственно на сегодняшний день, как я говорю, вот эти четыре позиции, которые мы определяем как основа общины, это общий уряд, это собственно говоря наш покон, который мы сообща или выработали, или получили от людей сведущих и в общем-то приняли для себя как единую правду. Единую правду, в которой мы все находимся и в ней строим свою жизнь. Это сложно, но как бы этот уряд в большей степени всё-таки уже есть и есть возможность его изучить и понять. Второе это обряд, потому что заботясь о теле и хлебе насущном ежедневном, ни в коем случае не надо забывать, как мы не раз разбирали в эфирах о триединстве, да, о теле, душе и духе, то бишь душа и дух должны быть соблюдены, то бишь на них должно быть обращено пристальное внимание, потому что как показывается много-много тысячелетняя история, когда люди, ну вот и собственно говоря, даже нынешнее время нам показывают то же самое, когда люди увлекаются только набиванием брюха, то эта цивилизация очень быстро приходит к своему затуханию и, к сожалению, для последователей этой идеи, к исчезновению. Но, как говорится, святое место пусто не бывает, вы исчезнете, на ваше место придут другие роды, так как вы не смогли держать небеса над своей землей. Вот, поэтому, кроме уряда покона необходим единый обряд, как я говорю, для того, чтобы единую душу, единую душу, единый дух, условно, как я иногда шучу, мы собираем духовный кост, то бишь мы копим благо на небесах. Вот и всё. Единый дух, мы с ним постоянно находим все взаимодействия, через это взаимодействуем со своими предками, каждый со своими родовыми, и через это взаимодействуем с дальними, с вышними предками, с родными, светлыми богами. Это вторая позиция. Первая, как я сказал, единый уряд, покон, вторая позиция, единый обряд, что, я говорю, держание небес, третья позиция, как бы, соединение усилий, через финансовый, денежный инструмент, через единое созидание, на одной земле или там словно на одном каком-то предприятии или в каком-то одном деле. Мы называем общий кош. Туда собираются все усилия, включая денежные взаимодействия и всё прочее. Через это мы получаем инструмент взаимодействия на своей земле для получения необходимых нам ресурсов и возможностей, потому что, если нет общего коша, если нет о нём договорённости, ни о какой общине речи быть не может. В лучшем случае, как я говорил, это будет клуб по интересам. Вот здесь и возникает ситуация. Четвёртая позиция — это принятие наставления и суждения ведающих, то бишь те, которые не заинтересованы, не корыстны и те, которые являются нашими по духу и крови, но признаны нами авторитетными, безусловно понимающими и безусловно бескорыстными праведными людьми. Вот эта четвёртая позиция, она, наверное, одна из наиболее сложных к исполнению. Почему? Потому что людей, как бы заявляющих себя в том или ином виде достаточно много, но по моему опыту, не буду сильно раздувать щёки, но разговаривая часто с ними, видишь, либо корысть, либо желание как-то возвыситься над другими родовичами. Ну и, как правило, всё на этом начинается и заканчивается. Потому что как бы человек ведущий, он изначально должен быть бескорыстен, потому что его служение. Но он и не участвует ни в какой коммерческой деятельности вообще, на и прочее. Он занимается только тем, что он держит правду. То есть праведник что такое? Путь правды ведает и ему следует. Вот, собственно говоря, то, с чем у нас тоже, собственно говоря, одна из основных проблем и задач. Соответственно, ещё, если мы проходим по всем четырём пунктам, я говорю, первый уряд по кон, это, скажем, более-менее доступная нам вещь, но в то же время, как сказать, это, если мы помним о трёх заповедях основных, там, «Храни и умножай род свой, береги свою землю, держи небеса». Так вот, уряд — это о том, как нам сохранить и умножить род свой. Вот, это исполнение первой заповеди. Соответственно, если ты понимаешь, кто ты такой, куда ты движешься и как сохраняется твоя жизнь, сохраняется твоя земля, ты принимаешь на себя ответственность, понимаешь, принимаешь и исполняешь. Проблема внутренней дисциплины здесь должна быть безусловно решена, потому что, если человек говорит, «Я сегодня так, а завтра по-другому», ну, значит, извини, сегодня кирпич общий в дом положен, а завтра он вынут, и общий дом падает. Вот такова ситуация. По поводу общего обряда, как бы здесь более-менее находится понимание, но точно так же тут вопрос возникает, что мы были постепенно огорожены на земле и в достаточно большой степени удалось огородить нас и от небес. И, соответственно, как я говорил, вот этот уровень глубинного атеизма, то есть непринятие возможностей, просто непринятие даже мысли о том, что есть Боги, а тем паче непринятие возможностей о позитивном взаимодействии с ними, это очень глубоко въелось в наши кости, я говорю, на глубинном уровне. И только когда там удается людей условно протащить до какого-то состояния восприятия, там зрят какие-то внешние явления на уровне чудес, тогда там потихоньку начинается возникать вера-доверие, потому что как вот сама вера, как мы разделяем, я говорил, на шесть позиций, там непринятие, первое, самое нижнее, это шестая, пятое, недоверие, вот, ну человек слышал что-то, но как бы как всему в жизни он не доверяет, потому что своего здравомысля не хватает и своего опыта жизненного тоже нет. И только с доверия начинается, собственно говоря, духовная возможность и духовный путь для человека. Дальше за доверием, так как человек занимается изучением и своей жизнью подтверждает своё правило как бы духовного события в роду и с небесами, у него возникает уверенность. Кто-то может сказать, что типа это фанатизм, нет, не фанатизм, просто человек проверяет это своей жизнью и видит, что это работает и жизнь его обустраивается. Со многими нашими родовичами, которые пытаются строить общины, пока пребывают в задружествах, это в той или иной степени происходит и стремление у людей к единению возрастает. Это ключевая позиция. Вот доверие, уверенность и как бы стремление наше не то, чтобы человек, как люди, мы пребывающие на стезе ведовства, мы стараемся, чтобы люди как раз оказались в состоянии знания, то бишь уверенность через раскрытие своего внутреннего духовного потенциала, через непрерывное изучение и постижение веды, оно открывается, и у человека возникает знание, а тот, кто пройдёт дальше, тот уже достигнет ведания. Но это не просто, а даже скажу достаточно сложно или скажу очень сложно, но как бы если роды не держат небеса, я говорю, они в конце концов превращаются в пыль под ногами других родов. Вот то, что, собственно говоря, в большой степени с нашими родами стало. Но сейчас есть возможность это вернуть. Ну и вот, собственно говоря, первый пункт, второй пункт, третий пункт — это общий кож, то есть согласие на собирание общих усилий и условно выделение от своего пирога своей доли на общую долю своего будущего. Вот что такое кож. То есть мы через кож собираем своё будущее. Ну и ключевая позиция, я говорю, определение тех, кто могут определять и правду и являются, собственно говоря, совестью всех остальных. Это суждение и наставление ведающих. Это вот ключевая позиция. Только здесь, собственно говоря, начинает возникать копы, начинает возникать реальная возможность возвращения к себе с одной стороны прав, а с другой стороны принятия на себя ответственности. Вот такие дела. Алексей? Хорошо. Здесь понравилось твоё высказывание про небеса. В свою очередь ответ, у меня такая тоже реплика родилась, «Те, кто не тянется к небесам, становятся навозом». Вот именно так и происходит, к сожалению. Имейте это в виду. Да, вот сейчас, к сожалению… Это кон жизни. Не закон, а кон жизни. Если ты дух свой не стяжаешь, если ты его не чистишь, не собираешь, он в тебе тухнет и остаёшься ты просто мясом, в конце концов, удавлением для червей. Да, поэтому имейте в виду, что сейчас всё-таки в большинстве соём мы представляем, к сожалению, навоз. Навоз почему? Потому что мы лежим на земле, но ей не пользуемся. Мы лежим на земле, не осознаём, что это наша земля и что она может нам давать. Мы доверяемся, нас могут лопатой перебрасывать, нас ногами могут отпихивать куда угодно. Вот это всё как раз навоз, тот, который удобряет землю, но который при этом сам ничего больше не делает. То есть, откуда-то нас вывалили, куда-то нас перекатили, перьев бросили и так далее. И в конечном итоге у нас внутри развивается то зловоние, о котором Сурья рассказал. Вот это зловоние, оно видно. Оно видно и в общении, и в разговорах, и в писанинах, и везде. Везде агрессия, везде друг другу что-то доказывают, доказывают свою правоту, доказывают свою какую-то ширину, глуботу, ещё чего-то, значимость, самостийность, чего только не доказывают. Но при этом, обратите внимание, льётся-то чья кровь? Но при этом, обратите внимание, кто вымирает-то? Так что, к сожалению, мы пока констатируем, и навоз нравится это, остаёмся навозом. Не нравится? Задумываемся, включаем голову и становимся человеками. Я сейчас понимаю, что многие скажут, ага, Алексей, опять ты там начал? Да, начал. Вернее как, продолжаем. Ну что ж, у меня, конечно, есть много чего рассказать и много чего спросить, но из-за уважения к нашим радиослушателям и зрителям канала Ютуб мне хочется всё-таки позвучивать те вопросы реплики, которые к нам уже в большом количестве пришли. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.